Когда России хорошо, нам, чеченцам, плохо, очень плохо. Но вот когда России плохо, нам лучше не становится, нам тоже бывает плохо. К сожалению, пока все именно так. Вот обратите внимание, когда на протяжении 15 прошлых лет, допустим, на каком месте был неправым человек, которого ты репостнул в своем телеграм-канале, который говорил настоящую правду по поводу того, что ты не приветствуешь культуру, концерты и так далее. Бро, как думаешь, в сложившейся ситуации вокруг РФ, а именно из-за того, что их признают страной террористов, выкинут ли их из Интерпола? Чисто твое видение. Саламу алейкум, салам, бро. Я не знаю насчет Интерпола. Интерпол, он вне политики. Ты не понял суть вопроса. Вопрос не в гармаше. Он отражает наше мнение. Мнение чеченцев. Главная задача – свобода, а власть выберет народ. Закаев ты или Майкл Джексон, сынок че урон. Ну, это слишком громкие слова сказать, что слова гармаша отражают мнение чеченцев. Я тоже чеченец. Тысячи людей, которые имеют другое мнение, они тоже чеченцы. С возвращением чеченцев из депортации в 57-м русское население начало сокращаться и к началу войны уменьшилось с 300 тысяч до 80-ти. Такие дальновидные были, что так заранее уезжали. Или все-таки был геноцид? Ну, вообще эти цифры, конечно, их стоит проверить. Я не знаю, откуда ты ее взял, что их было 300, осталось только 80. Вряд ли это можно как-то достоверно подтвердить. Но что касается дальновидности, на момент войны, уже в 94-м, то есть когда непосредственный ввод войск начался, этому предшествовало 3, как минимум 3 года, очень серьезного такого кризиса в отношениях с Россией, из которого было понятно, что все идет, возможно, к крупной войне. Поэтому нет ничего удивительного в том, что русские люди, которым было куда уезжать, в отличие от чеченцев, у которых не было какой-то другой родины, каких-то других родственников где-то, куда они могли бы уехать. Неудивительно, что русские, русскоязычное население, оно начало выезжать на протяжении этих трех лет. Конечно, эти цифры, навряд ли, соответствуют действительности, но значительное количество русскоязычных людей, они, разумеется, выехали. Не дожидались ввода войск. Но, тем не менее, на момент начала войны немало русскоязычных людей было на территории Грозного и рядом. И немало русскоязычных людей погибло от российских бомб, от российских артиллерий. Так что в этом плане они, конечно, разделили все то горе, которое мы понесли. Но утрировать эту тему, пытаясь как-то обусловать тем самым геноцидом, это как минимум крайне нечестно. Конечно, геноцид – это когда по национальному, этническому признаку не исчезается, народно исчезаются люди. Это когда даже где-то что-то криминальное происходит, это не называется геноцидом. А тем более, если люди бегут от войны, им есть куда бежать. Ну, при чем здесь геноцид? Ас-саляму алейкум, Томсо. У вас есть кто-то, кому вы обращаетесь по религиозным вопросам? Алейкум ас-салям. Нет, у меня, хвала Аллаху, нет такой привязанности к какому-то отдельному человеку. Это очень плохо. Когда ты берешь себя во всем авторитетом какого-то конкретного человека, то, как правило, его ошибки становятся и твоими ошибками. Поэтому нет, я не привязываю себя никаким личностям. Однако, опять же, хвала Аллаху, сегодня есть очень легкий такой и удобный доступ к информации, к знаниям. И мы не нуждаемся сегодня в том, чтобы какого-то отдельного человека взять, сделать из него для себя путеводителя. У нас нет в этом нужды. Мы просто какими-то легкими манипуляциями, взяв гаджет в руки, находим любые ответы на любые интересующие нас вопросы. Если же это какие-то сложные вопросы, то в этом случае я пытаюсь такие вопросы адресовать к нескольким людям. Опять-таки, хвала Аллаху, есть идея обратиться, есть различные информационные ресурсы и так далее. Поэтому, к счастью, у нас сегодня нет такой проблемы, чтобы не было доступа к информации. Если бы ты задал этот вопрос так, как бы в религиозных вопросах ты советуешься, конечно же, обязательно. Ищу информацию и советуюсь. Но я научился разделять между религиозными вопросами и вопросами бытовыми, политическими, иными. И когда тебя вот это отпускает абсолютное ориентирование на каких-то там религиозных авторитетов, на ученых и так далее, когда тебя вот эта тема отпускает, когда ты начинаешь понимать, что если тебе нужно узнать, как поститься, как молиться, то это вопрос религиозный. С ним надо обращаться к ученому религиозному. Не к ученому физику, математику, не к сапожнику или специалисту по ремонтам часов, а именно к ученому религиозному. Но когда тебе наоборот нужно узнать, сколько будет там 2 плюс 2, или как правильно починить свои часы, стоит ли тебе прошивать свою обувь, или лучше наклеить туда накладку и так далее, да, или какие-то вопросы политического характера там и иные, то есть все то, что относится к быту, к жизни, не относится к религии, то вот здесь не надо вообще спрашивать об этом религиозных ученых. Об этом нужно спрашивать профильных специалистов. Поэтому вот я в таких вопросах спрашиваю профильных специалистов. И хвала Аллаху, к ним тоже есть доступ, тоже есть информационные ресурсы, очень легко получить ответы на интересующие тебя вопросы. Как ты относишься к праву на свободное ношение оружия? Применимо это будет в свободное течение? Я считаю, что это вообще должна быть такая основа нашего законодательства, как в Америке. Вот у них, это у них прям закреплено в Конституции, ношение, право на ношение, хранение оружия. Вот я думаю, что у нас тоже должно быть. Я отношусь к этому очень положительно. Я считаю, что тотальный запрет на ношение оружия, это, ну это не наш путь точно, не чеченский. Наоборот, чеченцы всегда носили оружие, хранили оружие, и я думаю, это должно быть у нас гарантировано и закреплено в нашем законе. Почему вы думаете, что наши знающие и ищущие знания вообще отстраняются от политики, ибо прежде лидеры нашего уммата сами были учеными, или ПКРМ хорошо разбирались в религии? Почему сегодняшние отстраняются, я не знаю, может им это неинтересно. Но в то же время не все, наверное, отстраняются, если те, кто не отстраняется, кому это интересно. Я лишь обозначил, что специалистом в той или иной отрасли может быть необязательно ученые ислама, понимаете? Вот что важно понимать. Нужно понимать, что вот этот вот исламский ученый, он учил религию, он учил Куран, Суну, и вопросы ему нужно задавать вот по этому поводу. Не нужно ему задавать вопросы, и тем более, даже если ты задал, получив от него ответ, не нужно считать, что ты получил ответ однозначно правильный. Потому что это не то, чему его учили, не то, на что он тратил годы своей жизни, понимаете? Он совершенно другими вещами занимался. То есть в то время, как я, допустим, на протяжении последних пяти лет, ну, плотно вот в этом информационном поле и занимаюсь вот этой вот политикой, там, нарушениями права человека, вот все то, что происходит сегодня, да, Чечня, Россия, Кавказ, там, грубо говоря, и, соответственно, я вот это вот все в этом варюсь, я это знаю, а вот в это же время они изучали религию. И это лучше, чем то, чем занимаюсь я. Но они вот этого, соответственно, не знают. Всего того, что знаю я, они не знают, как и я не знаю того, что знают они. Надо вот это понимать. Не может он лучше меня разбираться в происходящем сегодня в Чечне, там, на Кавказе, в России, что сделал Кадыров, что от него можно ожидать, для чего он то или иное, там, что-то сделал и так далее. Он не может это лучше меня знать. Потому что, ну, он не изучал, это не его, как бы, тема. Это вообще, это даже в фоновом режиме рядом с ним не проходило. Он был занят изучением науки. Надо вот это понимать. На каком месте был неправым человек, которого ты репостнул в своем телеграм-канале, который говорил настоящую правду по поводу того, что ты не приветствуешь культуру, концерты и так далее. Но он неправым был прежде всего, когда сказал, что я призываю там рубить головы всеми мусульманам. Это величайшая клевета была на меня, конечно же. Да и то, что касается культуры, как он взял вот так все это обобщил, назвал это культурой, сказав, что Тумсо против танцев, там против песен, по-моему, да, он сказал песен. И потом это все сказал, что значит против, значит против культуры. А если нет культуры, то значит там бамбуки, индейские племена. Это такая величайшая ложь. Но ты можешь быть против, я против этих танцев, я и не скрывал это никогда. Конечно, я против этих танцев, когда собираются мужчины и женщины в какой-то круг, и в этот круг выходит какой-то чувак, с ним танцует девушка, и весь этот, все это действо переполнено развратом, когда он своим танцем всячески показывает свою похоть, и он, и она, вот эта вот игра, как ролевая игра каких-то животных, и вокруг себя стоят, этому хлопают, и родственники, которые это позволяют. Да, для меня это неприемлемые вещи, но как можно из-за этого взять и всю культуру, в культуру входит очень много тех понятий, которые я приветствую и считаю, что эти вещи должны сохраняться. Такие вещи, как обычаи, как традиции, какие-то устои народа, как во внешнем виде, в их одеянии и так далее, как в их повседневной жизни, в жизни устройстве, в каких-то обычаях, связанных там со свадьбами, с какими-то, ну, с похоронами и так далее. Много таких вот моментов, которые можно и нужно относить к культуре. Я никогда не был против этого, наоборот, всячески уступал за это. А то, что там, ну, не нравится том, что танцы, не нравятся том, что, допустим, песни, концерты, которые они там... Если теперь это указание на то, что том, что против культуры, но тогда мы найдем много людей, которые в каком-то понимании культуры что-то не приемлят, хотя в целом они, допустим, относятся к этому нормально. Даже среди тех же музыкантов, танцоров мы найдем эти вопросы. Короче, это, конечно, это было нечестно. В Коране все ответы говорят, а ты хочешь, чтобы политика была отдельно, а для чего? Коран – это не энциклопедия. В Коране говорится о религии. Много вопросов, очень много вопросов, которые ты не найдешь ответы. Как, например, вопросы починки часов, вопросы там... Много я сейчас не буду утрировать. Друзья, это вообще... Давайте мы с вами... У нас с вами не получится диалога на вот такие вот аргументы. В Коране есть все ответы. Но нет, конечно. В Коране есть действительно ответы на все, что касается религиозной составляющей человека. Но все то, что уже отходит от этого... Ну, как там могут быть такие ответы? Бро, как думаешь, сложившаяся ситуация вокруг РФ, а именно из-за того, что их признают страной террористов, выкинут ли их из Интерпола? Чисто твое видение. Саламу алейкум, салам, бро. Я не знаю насчет Интерпола. Интерпол, он вне политики. Это организация, которая вообще никак не может быть связана с политикой. И из Интерпола страну, наверное, могут исключить. Наверняка у них есть какие-то механизмы, по которым они могут исключать страну. Но это скорее будет связано с нарушением этой страной, Конституции Интерпола. Если они как-то будут сильно ее нарушать, то, возможно, они по этой причине эту страну исключат. Россия и так как бы давно эту Конституцию Интерпола нарушает. До сих пор ее из-за этого не выкидывали. В общем, я не знаю. Я вообще не любитель давать прогнозы, поэтому не знаю. Надо еще помнить, что Интерпол – это организация, существующая за счет этих стран, членов Интерпола. То есть они финансируют эту организацию. И Россия – это крупнейший финансист Интерпол, поэтому, в общем, не знаю. Поживем, увидим. Сова, потом все. Интересно, после того, как парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом, и то же самое сделали в ЕС и в ряде стран Европы, чеченцы по-прежнему будут выдавать на пытки и убийства. Но, к сожалению, пока еще все устроено так, что когда России хорошо, нам, чеченцам, плохо. Очень плохо. Но вот когда России плохо, нам лучше не становится. Нам тоже бывает плохо. К сожалению, пока все именно так. Вот обратите внимание, когда на протяжении 15 прошлых лет, допустим, какой 15? 20 прошлых лет Путин был у власти, он был прекрасным лидером, демократом, его здесь везде любили, ценили, уважали. В общем, в России было все хорошо. Нам с вами было плохо. Нас преследовали, причем, учитывая, что Путин был вполне хорошим парнем, то нас с вами считали парнями плохими. Теперь, когда Путин стал плохим, россияне стали плохие, стали токсичны, российский паспорт стал токсичным. То есть, все вроде бы, и казалось бы, тут должна наступить часть для нас. Мир должен понять, оказывается, все это время чеченцы были красавцами, а Россия была плохой. Но нет, этого не происходит, потому что теперь нас с вами все равно воспринимают, как российских граждан. У нас ведь эти российские паспорта, и мы, получается, вот этот вот поток гнева в сторону России, теперь мы его тоже на себе ощущаем, получаем, нам приходится объяснять постоянно, что нет там. Короче, легче нам, к сожалению, не становится. А что касается депортации, выдаваний, то, ну, это угроза, она до сих пор остается. Мы не знаем в последнее время, правда, каких-то конкретных случаев депортов. И Германия, насколько я знаю, вообще остановила депортацию. Но в других странах конкретные угрозы депортации, они были. Хоть, допустим, Амину Гериханову ее удалось отбить, да, и дали позитив в Румынии, но какая была опасность, ее ведь до последнего пытались выдать. И вот такие вот ситуации, они, к сожалению, сохраняются, да, вот конкретно пока выданного еще нет, но чего стоило нам, чтобы ее не выдали? Сколько было акций, там, протестов, всяких митингов, всевозможных конференций, заявлений, что только не делалось, да, то есть каким трудом удалось ее отбить. Поэтому опасность, она все равно сохраняется. Саламу алейкум, ты почему не упоминаешь заявление Гармаша по поводу того, что среди ищхирийцев нет единства? Ты ставишь под угрозу признание Чараи максимальный репост. Я уважительно отношусь к любым украинцам и неукраинцам, которые болеют за наше дело, как-то нам пытаются помогать что-то. Например, Гармаш, это человек, создал петицию о признании Чеченской республики Ичкерия, поэтому я, конечно же, очень благодарен этому человеку, но, несмотря на наше уважение этим людям, на нашу благодарность, все-таки не совсем этично, когда они лезут в какие-то наши внутренние, внутриполитические вопросы. Да, они это делают, желая, конечно же, нам добра. У меня нет каких-то подозрений в отношении этих людей. Но, к сожалению, они не могут ведь знать всего того, что знаем мы о своей какой-то внутренней кухне. И когда они, влезая в наши вопросы, еще и становятся на чью-то сторону, это вообще крайне неправильно. Поэтому им лучше было бы, конечно же, даже если они переживают, лучше было бы остановиться на каком-то пожелании, сказать, вот происходит то-то и то-то, мы с каким-то сожалением наблюдаем за тем, что нет какого-то единого, какой-то консолидации, там нет, что ведутся какие-то споры, нам бы хотелось видеть чеченцев как единое, целое, и так далее. К сожалению, этого нет. Вот если бы на этом они заканчивали бы, было бы, я думаю, правильнее. Когда они пытаются уже конкретно влезть, вот вы, чеченцы, сделайте вот это сейчас, потому что потом, но это уже как минимум, но некрасиво. Вот эти вот советы, давайте вы сейчас вот с этим, ну как так? Ну не можете вы знать, это то же самое, что и мы сейчас лезли бы в ваши какие-то дела, в ваши внутренние разборки, говорили бы, давай вот сейчас вот этого поддержите, и вы бы нам тоже указали бы на наше место, сказав, что мы не в теме. Поэтому давайте просто желать друг другу добра, победы, но не влазить во внутриполитические какие-то вопросы. Ты не понял суть вопроса, вопрос не в гармаше, он отражает наше мнение, мнение чеченцев, главная задача, свобода, а власть выберет народ, закайф ты или Майкл Джексон, все нах, чему надо. Ну это слишком громкие слова, сказать, что слова Гармаша отражают мнение чеченцев. Я тоже чеченец, тысячи людей, которые имеют другое мнение, они тоже чеченцы. У нас, по-моему, вот здесь у нас и начинает вся проблема, когда кто-то начинает говорить, что это именно он отражает мнение чеченцев. Там и с Кадыровым тоже есть чеченцы, может они-то отражают мнение чеченцев. У них в отличие от нас еще и сила есть, и оружие, и армия какая-то есть. Давайте не будем такие громкие делать заявления. Но есть у нас внутренние какие-то разногласия внутричеченские. Давайте просто как-то в рамках приличия, мягко так, тем людям, которых мы уважаем, когда они по какой-то причине из-за неаккуратности какой-то залезли в какие-то наши внутренние моменты, давайте мы им мягко, аккуратно просто будем говорить спасибо за все, что вы делаете для нас. Мы очень благодарны, но пожалуйста, не лезьте во внутренние вопросы, нашу внутреннюю кухню оставьте, мы тут как-нибудь сами разверемся. Может вот так вот будем, и тем более не пытаться сказать, что вот есть мы, ну вы одна группа, ну у вас вот такое мнение, ну мы это понимаем, принимаем даже, но у нас вот другое мнение, есть другая группа, которая не приемлет вот эти ваши подходы, вот эта ваша концепция, давайте сейчас свобода. Для нас это какая-то не свобода, когда нас какие-то рамки загоняют, но только он, и вот только вот так вот, если она будет, ну зачем тогда мне такая свобода? Понимаете, я хочу свободу, как раз таки свобода, это когда народ себе определяет, и власть, и строй, и все остальное, вот это свобода, а когда вы навязываете конкретного человека, конкретную группу, конкретный строй, это не свобода, это просто ваш режим, вы хотите установить свой режим вместо другого режима, а мне какой смысл менять путь Ахмада на путь Ахмеда? Для меня, как для простого человека, имеет это смысл? Мне нужна такая, мне нужно такое рабство, которое вы назовете свободой. Для вас, для Кадырова тоже это свобода, для его сторонников тоже свобода, потому что они в шоколаде, у них все хорошо. Поменять одних, у кого все хорошо, на вас, у которых так же будет все хорошо, если, имеет ли это для меня какой-то смысл? Наверное, нет. Поэтому давайте наши внутренние разборки, оставим, будем их внутри разбираться. Людям со стороны их поблагодарим и в мягкой форме скажем, что спасибо, но нам это не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok